С одной стороны общественность, с другой надзорные ведомства, с третьей региональной власть. Проблема экологии под всесторонним контролем. За частоту воздуха в Самарской области решили взяться основательно. Под занавес уходящего года наиболее острые вопросы обсудили на заседании Общественного совета по экологической безопасности, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. На повестке дня итоги реализации национального проекта «Экология» и планы работы по оздоровлению атмосферы в городах, сохранению биоразнообразия, контролю за безнадзорными животными и состоянии водоема в губернии. Экологический совет создан не для того, чтобы я ему задавал направление работы, а для того, чтобы как раз от общественности, от людей, которым не все равно, что происходит в нашем регионе, от экспертов, от профессионалов услышать проблемные вопросы, которые позволят нам определить направление нашей совместной деятельности и найти оптимальное решение. Одним из самых острых вопросов остается чистота атмосферного воздуха в Тольятти, обеспокоены представители инициативной группы «Тольятти-Дыши». Их глава региона пригласил на личную встречу вместе с руководителем Межрегионального управления Росприроднадзора, чтобы детально обсудить пути решения вопроса. Мы видим, что фиксируется периодически превышение ПДК по различным веществам. Это у нас фенол, формальдегид, аммиак, фтористый водород. Если смотреть техническую документацию заводов, то у них регламентирован выброс более 150 веществ. Не говоря о смесях, которые образуются в результате смешения. Мы начинали писать вот эти обращения в контролирующие органы администрации, начиная с 2018 года, привлечены к ответственности, но это не помогает решить, к сожалению, ситуацию. В отношении крупных химических предприятий «Тольятти» будут проведены плановые проверки. Для проведения ежедневного экологического мониторинга регион приобрел мобильную лабораторию, которая будет отслеживать химический состав воздуха. Дмитрий, я приготовил определенные предложения. У меня по веществам, которые вызывают абсолютно заявленную в вашем сегодняшнем сообщении, выступлении, реакцию, у нас по ним полное понимание есть, они у нас, для того, чтобы это комплексно проверить, будут проверяться, начиная с 1 февраля. В регионе планируется создать экологический стандарт ограничения вредных выбросов. Эту идею поддержали в том числе и крупные предприятия «Тольятти». Кроме того, глава региона поручил сформировать коллегию природоохранных ведомств по образцу той, что работал, когда Дмитрий Азаров был министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды. Губернатор поблагодарил активистов и подчеркнул, что заинтересован в общественном контроле, в том числе и в создании системы мониторинга. Мы ее по самым острым проблемам отдельных территорий мы ее создаем и в Самаре, и в Новокурске, и в Тольятти. Поэтому мне реально здесь нужны люди с пониманием и с желанием решить проблему. Я вас приглашаю к сотрудничеству. Давайте с экосовета начнем, дальше посмотрим. Но мне крайне важно, чтобы в Тольятти я понимал, с кем мне взаимодействовать и с общественниками по этой ситуации. Потому что я, могу вам сказать, до сегодняшнего дня не понимал. У меня на вас надежда большая. Вся информация о контрольных мероприятиях и результатах проверок будет размещена в открытом доступе. Ведь по большому счету задача у всех одна – сделать так, чтобы воздух стал чище, а люди, которые живут рядом с промышленными гигантами, знали, чем они дышат, и не опасались за свое здоровье и будущее своих детей. Олег Зверев, События. Продолжение следует...